Ну, мне само название «Антимайдан» не нравится, категорически. У них был «Майдан», почему он должен быть у нас? Это мое мнение по поводу создания этой организации. Также у меня есть мнение по поводу, допустим, каких-то акций, которые проводит эта организация. То есть я не считаю, что Вика Цыганова – это певица, которая должна быть рупором вот этих концертных мероприятий. Меня, допустим, ее бесплатно не заставят, то есть за деньги не заставят слушать, да, то есть за большие. Почему? Потому что, ну, избитые летчики, понятие на эстраде, везде их не надо, на мой взгляд, прилегать. Не надо народ считать за идиота. То есть если мы за традиционные ценности, если мы российские патриоты, это не дает нам права не слушать там «Металлику», «Роял Хант» и так далее, и тому подобное. Ну, никак не Вику Цыганову. То есть есть, на мой взгляд, вообще вот организаторы этих мероприятий некоторые, они специально вот берут и дискредитируют действующую власть и само движение. Потому что, когда я посмотрел вот эту акцию, как «Антимайдан», так и называлось, по-моему, да, но это был кошмар. Это был просто кошмар. И это не только мое мнение. Это касательно вот этого движения «Антимайдан». А касательно тех сил, которые могут этот «Майдан» сделать, я могу привести пример. Есть люди, которые готовы хоть завтра выйти на такие акции. Они просто боятся или, может, они не получили команду. Но, допустим, Михаил, Миша Козырев, вот, ВИДЖЕЙ, Радио Дождь, он пишет пост, который удаляет Фейсбук ввиду экстремистских высказываний. Но тут же публикует эхо Москвы. И заканчивается пост так. Мы живем, у них ИГИЛ, а у нас ПГИЛ, православное государство истребление людей. Да, ну, во-первых, Россия, да, дальше он продолжает, что и они придут, эти попы, там, обезумевшие протеереи, поставят нас на колени и расстреляют в затылок. Ну, любопытно было почитать, вот это все размещено, это на эхе Москвы, очень много таких комментариев благостных, что молодец ты какой, Миша, ты и дальше в том же духе продолжай, да, придет наше время, там, и так далее, и тому подобное. Вот, на мой взгляд, государство на это закрывает глаза и закрывает глаза зря. Да, потому что тоже подрастающее поколение, о котором мы говорили, ну, читает эхо Москвы. Они думают, какой он умный, этот Миша Козырев, потому что вот он слушает Мьюз, а они слушают Вику Цыганову. Лучше я вот с этими ребятами, да, как-то буду хороводы водить. Предупреждать надо, абсолютно надо предупреждать, потому что ни для кого не секрет, когда они начинают, да, 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 мы получаем деньги в Госдепе. Получают, получают деньги, получают гранты Запада, да, на самом деле так. Допустим, получают, потому что министр иностранных дел какой-нибудь маленькой той же Прибалтийской республики, он вообще функция, он человек, функция, которая подчиняется напрямую Вашингтону. Это все знают. И поэтому то, что деньги некоторые здесь люди получают из штата, для меня это, допустим, очевидно. Это просто так и есть. Не надо там реагировать на их, эти, ну, конечно, мы получаем. А где вы зарабатываете, вот некоторые там, ну, по большому счету, где Навальный зарабатывает, тот же. Надо обращать внимание на такие вещи, на мой взгляд, вот и все.